Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о власти и авторитете отца. Еще одна очень важная составляющая настоящего истинного отцовства – это насколько наш ум, наш разум является твердым. И вот что я хочу этим сказать. Когда мы с вами принимаем те или иные решения, мы обязательно основываемся на каких-то предпосылках. И вот что это за предпосылки? Каково ваше мировоззрение? На чем оно основано? Вот эти вот вещи, они достаточно важны. Сегодня я хочу дать вам только лишь отличия твердого ума от мягкого. И очень бы хотелось, что когда мы с вами будем сейчас перечислять эти вещи, чтобы вы попытались сделать такой анализ, анализ собственной жизни. А чему вы соответствуете? А лучше, чтобы вы взяли лист бумаги, расчертили его пополам. С одной стороны написали «мягкий ум», с другой стороны «твердый ум». И записав вот эти все постулаты, вот все, о чем я буду говорить, поставили плюсик или минусик в той или иной графе, чтобы вы могли сами оценить себя, насколько вы являетесь человеком твердого ума. Чем больше качеств человека с твердым умом, тем большим авторитетом вы можете обладать в вашей семье. Итак, человек с мягким умом, первый признак этого человека, он доверяет рекламе. Реклама – двигатель не только торговли, но и двигатель манипулятивных действий. Человек с твердым умом, он знает свои ценности и приоритеты, которые определяют его решения. То есть человек с мягким умом, он доверяет рекламе, он доверяет безоговорочно и идет и покупает. Но человек с твердыми убеждениями, с твердым разумом, он знает свои ценности и он понимает, что то или иное, что ему пытаются навязать в рекламе, ему просто не нужно или нужно, не играет роли, но он опирается на свои ценности. Человек с мягким умом любые сведения, прочитанные в СМИ или сказанные с кафедры церковной или еще где-то, воспринимает некритично. Он доверяет абсолютно всему, что слышит. Человек с твердыми убеждениями любые слова, даже высших чиновников государства или самых авторитетных служителей церкви, он пропускает их слова через критическое сито. То есть другими словами я хочу сказать, что критический склад ума это признак зрелости. Когда мы с вами не воспринимаем все за чистую монету, а проверяем, используя Библию или же другие источники. Например, апостол Павел приходит в Верию, вернее даже не приходит, он бежит из Фессалони к Верию, приходит в синагогу и начинает проповедовать там об Иисусе. И дальше он пишет потрясающие слова. Здешние верийские оказались благоразумнее фессалоникийских. Почему? Потому что взяли Библию и стали проверять, правду ли я говорю. Как вы думаете, как много служителей церкви или политиков обидятся на вас как минимум за то, что вы будете подвергать сомнению то, что они говорят. Но критический ум, друзья, это признак зрелости и путь к авторитету в семье. Человек с мягким разумом обладает, подвержен, вернее, безрассудным страхам. Почему он безрассудный? Потому что зачастую люди с мягким умом, они даже не понимают, почему они боятся ту или иную вещь, почему те или иные события вызывают у них панические состояния. Человек с твердым умом, он тоже боится, но его страх, прежде всего, это страх перед Богом или страх навредить детям, навредить семье или навредить обществу. Страх бывает разным. Если это безрассудный страх, неосознанный, неосмысленный страх, то мы имеем дело с человеком с мягким умом. Если это страх перед Богом или страх навредить кому бы то ни было, то мы говорим о зрелом человеке. Человек с мягким разумом панически боится перемен. Человек с мягким разумом привык жить в своей зоне комфорта, ему очень трудно выбраться из нее. Но человек, который обладает твердым разумом, это человек, который использует перемены для общего блага. Человек, который ждет перемен, для которого перемены – это возможности, кризисы – это возможности, а не что-то пугающее. Человек с мягким разумом, он боится знаний и презирает науку, потому что наука, она расширяет горизонты. И человек с мягким разумом, он этого боится, потому что придут перемены. Мы говорили об этом только что. Человек с твердым умом его привлекает все новое. Он любит новые знания, он постоянно ищет совершенствоваться, ищет, как ему стать лучше, как применить эти новые знания. Его даже восторгает, восхищает все новое, вот эти новые расширяющиеся горизонты. Еще один признак человека с мягким разумом – он боится вопросов, боится вопросов. Он боится вопросов не только возникающих в его жизни, он боится вопросов со стороны других людей, он боится вопросов, которые потрясут его, вот эту вот обыденную жизнь. Человек с твердым разумом, он будет улаживать вопросы, то есть будет искать решения, будет искать ответы на эти вопросы. Человек с мягким разумом, он боится сомнений. Человек с твердым разумом, он понимает, что сомнения неизбежны. Их нужно не запрятать внутрь себя, а задать и превратить сомнение в вопрос, найти ответ и утвердиться в том, что является истиной. И последнее. Человек с мягким разумом – это человек стереотипного мышления. Человек неспособный мыслить широко. Это человек, мыслящий шаблонами, какими-то общественными стереотипами, пусть даже и правильными, но все равно стереотипами. Но человек с твердым умом, он понимает, что нельзя никого впихивать, втискивать в свои стереотипы. Он дает свободу другим, мыслить по-другому, понимать по-другому. И даже, знаете, радуется, когда приходит человек, который может дать другую, иную точку зрения на происходящее событие. Итак, посмотрите, в какую колонку вы бы записали, самому?